В России завершается декларационная кампания. Отчитаться о полученных доходах налогоплательщики должны до 30 апреля. Для кого она? Узнаем на 13 этаже. Меня зовут Дарья Жилина. Здравствуйте. Гость студии Максим Шахов, временно исполняющий обязанности начальника ФНС России по городу Архангельской. Здравствуйте. Здравствуйте. Максим Викторович, далеко не все граждане знают, что же такое декларационная кампания и кто является ее участниками. Свои доходы декларируют индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты и другие лица, занимающиеся частной практикой. Давайте напомним телезрителям, кто еще должен предоставить декларации. С удовольствием. В обязательном порядке декларации должны предоставить граждане, которые оказывают услуги по гражданско-правовым договорам, то есть когда нету налогового агента и обязанность по исчислению и уплате налога возлагается на самого налогоплательщика. Граждане в случае, если они сдают в аренду недвижимое имущество, как правило, это квартиры. Если граждане занимаются репетиторством, если у налогоплательщика получен доход от зарубежных источников. Также декларацию необходимо предоставить в случае, если реализованное имущество и этим имуществом налогоплательщик владел менее установленного налоговым кодексом срока минимального владения имуществом. То есть для недвижимого имущества это менее 5 лет, для прочего имущества менее 3 лет. Кроме того, в обязательном порядке необходимо декларировать доходы, полученные в результате выигрыша в лотерею на сумму от 4 до 15 тысяч рублей. Также декларированию подлежат полученные в виде подарка недвижимость, транспортные средства, акции, за исключением тех случаев, когда они получены в дар от близких родственников. Хотелось бы напомнить нашим телезрителям о том, что в случае, если имеются какие-то сомнения о необходимости подачи декларации, то всегда можно обратиться за соответствующими консультациями в налоговую инспекцию по адресу Логинова, 29, либо обратиться в единый контакт-центр Федеральной налоговой службы по федеральному номеру 8807-2, где также можно получить консультацию. Напомню нашим телезрителям о том, что срок декларационной кампании по налогу на доходы физических лиц заканчивается 30 апреля текущего года, и налог необходимо воплотить в срок до 15 июля текущего года. Декларацию можно предоставить различными способами. И вот помимо традиционного бумажного варианта, налоговая инспекция предлагает также и онлайн-технологии. В чем их преимущество? Безусловно, те сервисы, которые разработаны налоговой службой, уже оценены большинством налогоплательщиков, не только физическими лицами, но и предпринимателями, юридическими лицами. Те, кто активно пользуется этими сервисами, уже оценили их удобство и преимущество. Поэтому для примера я бы привел статистику. За первые три месяца текущего года только в налоговую инспекцию по городу Архангельску было предоставлено более 23 тысяч деклараций по форме 3НДФЛ. Из них половина представлены в электронном виде с использованием сервиса личный кабинет налогоплательщика. А как получить доступ к личному кабинету налогоплательщика? Доступ к личному кабинету получить достаточно просто. Для этого необходимо обратиться либо непосредственно в налоговую инспекцию, либо обратиться с соответствующим заявлением в МФЦ, либо войти в личный кабинет с использованием учетной записи на едином портале государственных услуг. Преимущество личного кабинета заключается в том, что при заполнении декларации в личном кабинете для налогоплательщика уже представлен предзаполненный вариант декларации, куда заполнены персональные данные налогоплательщика. Там же отражены доходы налогоплательщика, которые представлены работодателем, то есть налоговым агентом. И для декларирования доходов останется только указать сумму дохода, указать сумму расходов, если речь идет об вычетах, прикрепить к декларации подтверждающие документы в виде скан-образов. Далее в личном же кабинете с формированной цифровой подписью подписать эту декларацию, и в режиме онлайн она уйдет в инспекцию для проведения камеральной налоговой проверки. Кроме того, начиная с 2019 года, налогоплательщиками активно используется мобильное приложение, которое называется «Налоги.ФЛ». Оно используется, как правило, для наиболее простых ситуаций, скажем, если необходимо заявить вычет на лечение. То достаточно просто указать сумму расходов и прикрепить подтверждающие документы. В случае необходимости это приложение предложит заполнить полноценную декларацию и даст ссылку на личный кабинет налогоплательщика. В принципе, все доступно и просто. Да, все очень просто. А есть ли какие-то особенности декларационной кампании 2021 года? На что стоит обратить внимание? Да, особенностью декларационной кампании текущего года является то, что в случае, если налогоплательщики, которые продали недвижимость, которые они уводили менее пяти лет, либо получили в дар недвижимость, не задекларировали свои доходы, то по этим налогоплательщикам налогооблагаемая база и, соответственно, сумма дохода будет определена налоговой инспекцией самостоятельно. После того, как наступит срок уплаты налога, то есть после 15 июля инспекция уже самостоятельно начнет определять налогооблагаемую базу. А как будет рассчитываться сумма налога? Сумма налога будет рассчитана, исходя из той информации, которая имеется у налогового органа. Эту информацию мы получаем от других государственных органов, от организаций, учреждений. Соответственно, если это купля-продажа, то в качестве налогооблагаемой базы мы будем брать сумму по договору купли-продажи. Если это дарение, то тогда в качестве налогооблагаемой базы мы будем брать кадастровую стоимость этого имущества. Но необходимо учитывать, что в этом случае дополнительно будут начислены еще пени и штрафы. Поэтому призываем всех своевременно исполнить обязанность по подаче декларации по уплате налога именно самостоятельно. Наверное, есть ведь и другие ситуации, когда вот такое недобросовестное отношение к законодательству может иметь не очень хорошие последствия. Безусловно. Наиболее актуальная ситуация, когда из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей подлежат исключению предпринимателей, которые одновременно не выполняют условия, установленные законом. То есть к таким условиям относятся непредставление отчетности в течение 15 месяцев подряд. И наличие задолженности по налогам, сборам, либо страховым взносам, причем сумма задолженности не имеет значения. То есть при выполнении этих двух условий деятельность предпринимателя будет остановлена автоматически, правильно понимаю? Я бы не стал говорить автоматически. Нет, конечно, не автоматически. Здесь законом предусмотрена особая процедура, которую должен провести регистрирующий орган. Регистрирующим органом на территории Архангельской области и Нинецкого автономного округа является как раз инспекция новой службы по городу Архангельску. Процедура заключается в том, что при наличии этих условий инспекция принимает сначала решение о предстоящем исключении индивидуального предпринимателя из ЕГРИП. В последующем это решение публикуется в вестнике государственной регистрации. Одновременно запись об этом решении включается в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей. По стечению месяца после того, как произошла эта публикация в вестнике государственной регистрации, любое заинтересованное лицо, в том числе и сам предприниматель, могут обратиться в регистрирующий орган с соответствующим заявлением о том, что они возражают против такого исключения, и тогда процедура будет приостановлена. Если в течение месяца таких возражений не поступило, то регистрирующий орган принимает решение об исключении индивидуального предпринимателя из ЕГРИП. И особенностью является то, что в течение последующих трех лет этот индивидуальный предприниматель не имеет права вновь быть зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. Как же избежать таких и подобных ситуаций? Чтобы избежать таких ситуаций, самое простое, конечно, своевременно сдавать отчетность и не допускать задолженности по налогам. Если у предпринимателя есть какие-то сомнения, всегда можно проверить свой статус в выписке из ЕГРИП, которую можно получить в соответствующем сервисе на сайте Федеральной налоговой службы. Ну и еще одним способом является, конечно, мониторинг вестника государственной регистрации. Какие изменения ждут обычных граждан, собственников имущества? В настоящее время в отношении тех граждан, которые имеют право на льготу, налоговой инспекцией будет перерасчитана сумма налога, начиная с того периода, в котором возникло право на эту льготу. Ранее такой перерасчет мы делали только за предыдущие три года. Также с 2021 года, в случае, если изменилась кадастровая стоимость недвижимости либо земельного участка, то налоговая инспекция также производит перерасчет налога. Исходя из кадастровой стоимости, которая новая установлена уже в результате устранения ошибок, либо в результате признания кадастровой стоимости в виде рыночной стоимости этого имущества. Спасибо, Максим Викторович. Спасибо. Надеемся, что наша беседа поможет избежать проблемных ситуаций в отношении с налоговой инспекцией. В заключение еще раз напомним. Задекларировать доходы за 2020 год необходимо до 30 апреля 2021 года. Уплатить исчисленный налог до 15 июля. Это была программа «13 этаж». До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин